Уважаемые друзья, если вы хотите оставить свой след в истории, выпустить мемуары или историю своей семьи, познакомить мир со своими исследованиями, то наше издательство будет радо реализовать этот проект. Наши преимущества — это сильная медийная составляющая и индивидуальный подход каждому автору. Подробности в описании. Константин Валентинович, фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань» Северного флота России завершили учение по применению высокоточного оружия в Атлантическом океане и прибыли на Кубу. За этим даже наблюдали Соединенные Штаты. Как вы можете прокомментировать эти учения и вообще события? Ну, это я бы сопоставил с событиями, похожими на то, что мы совершили бросок на Причтину в свое время. Конечно, два корабля, подводная лодка и надводный корабль какой-либо серьезной угрозы для Соединенных Штатов Америки представлять не могут. Просто в силу малочисленности. На этих кораблях, скорее всего, в настоящее время, я предполагаю, ядерного оружия нет. Ударный потенциал этих кораблей большой. Но для того, чтобы обеспечить применение этого оружия, которое они располагают, им нужно массовые условия. В частности, выдачу целеуказания по морским целям. Возможности получить такое целеуказание в этом районе океана у нас весьма ограничены, скажем так. Поэтому сам факт появления этих кораблей с точки зрения военно-стратегической мало что принципиально меняет. А с военно-политической меняет очень многое. Ну, первое. Если сюда пришли корабли с обычным оружием, то не факт, что в следующий раз они могут туда прийти, имея, скажем, 25% ядерного потенциала. Что такое собой представляет подводная лодка Казани? Эта подводная лодка несет 32 ракеты. Значит, если там 25% ядерного потенциала будет с ядерными боевыми частями, как это было в советское время, то это означает, что 8 ядерных ракет будет на борту этой подводной лодки. Что значит 8 ядерных ракет? Это как минимум 4 крупных американских города можно уничтожить вместе с населением. Чтобы было понятно. Адмирал Горшков, он вооружен 16 ракетами вертикального пуска. Четвертая часть этих ракет – это 4 ракеты. Если 4 ракеты будут ядерными, то это еще 2 города. То есть такая группировка серьезную грозу будет представлять для США, если они будут в ядерном варианте. Далее что? Ну, официально было объявлено, что они ракеты не несут в ядерном снаряжении. Если брать по потенциалу возможности поражения надводных кораблей, при условии, что будет выдана цель и указание, то такая группа может нанести серьезный ущерб авианосным силам США. В частности, она способна разгромить авианосную группу США, если она будет применять ракеты типа «Цирко», например, с адмирала Горшкова. Да и эта подводная лодка тоже серьезная вещь. У нее, значит, имеется 32 ракеты и порядка 20, свыше 20 торпед, 10 торпедных аппаратов. То есть это серьезное оружие, которое способно решать задачу уничтожения крупных надводных кораблей. Вопрос в целеуказании, я еще раз говорю. То есть разведка целеуказания. Но с точки зрения возможности защититься от ударов противника, ну, конечно же, несмотря на то, что корабль адмирал Горшков имеет мощный зенитный ракетный комплекс, будучи один, может быть довольно быстро уничтожен противником. Конечно, для него потребуется организовать для его поражения мощный ракетный залп, не менее 30-40 ракет, не менее, чтобы проломить оборону его. Вот, но враг и такую возможность имеет сделать. Это раз. Подводная лодка эта, значит, она самая малошумная у нас после ракетных подводных крейсеров стратегического назначения в Российском флоте и по своим возможностям в дуэльной ситуации с американскими подводными лодками типа Лос-Анджелес, даже усилен в Лос-Анджелесе, импровод Лос-Анджелес. Подводная лодка 885-го М-проекта, вот эта вот Казань, она вполне, она сильнее Лос-Анджелеса. Она способна его в дуэльной ситуации уничтожить с большей вероятностью, чем у Лос-Анджелеса. В дуэльной ситуации с подводной лодкой Вирджиния, которых сейчас, по-моему, половина составляет парка подводных лодок США, вот, у нашей подводной лодки сделать эту, вернее, нашей подводной лодки уничтожить Вирджинию сложнее будет, потому что в Вирджинии более совершенный акустический комплекс, она очень малошумная, более совершенная, чем на Лос-Анджелесе. Вот, но тут, можно сказать так, что, ну, примерный паритет, при том, что американец немножко сильнее, я бы так сказал. Но в дуэльной ситуации, вот, подводка на подводку. Если же брать возможности обнаружения этих подводных лодок, нашей подводной лодки, с использованием системы противолодочных сил, где большую роль играют не подводные лодки, а и надводные корабли. То, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова